Всем привет-привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему, чему вас научил ваш горький опыт. Разгорелось, не разгорелось? Вроде бы разгорелось. Так, посмотрим у кого какой опыт и чему он вас научил. Так, выбирайте свою позицию. Голубой, красный, зеленый. Вот, в кадре все хорошо видно. И мы с вами приступим. Сразу хочу пожелать всем отличной недели, хорошего настроения. Уже весна на дворе, постепенно и у вас будет тепло так же, как и у нас. Но хорошее настроение можно передать. Итак, мы отодвигаем эти две позиции, два камешка. Позиция номер один. Голубенький камешек. Смотрим единички вас. Сначала посмотрим, что за опыт у вас был горький. А потом посмотрим, чему он вас научил. Исходя из того, что я скажу про опыт, вы поймете, ваши не ваши. Итак, о каком опыте? Да, опыт действительно был завершен по Аркану Мира. Что это за опыт? По тузу кубков. Скорее всего, это было связано с личной жизнью. Ну, давайте все-таки уточним. Да, шестерка мечей говорит о каком-то завершении. Скорее всего, это вот в личной жизни. Когда произошло некое такое расставание. Либо вы, знаете... Ну-ка, это был прошлый опыт. Да, скорее всего... Потому что у меня сначала было такое ощущение, что, возможно, это сейчас происходит. Может быть, у кого-то из малого процента из вас этот момент, эта ситуация происходит сейчас. То есть, все заключается в том, что вы должны были расстаться. То есть, каждый, чтобы пошел своим путем. Своим путем. Здесь мне как будто бы сразу уже показали, потому что выпадала императрица, как будто бы сразу уже показали, что какой-то вот ваш прошлый опыт научил вас быть, знаете, такой вот независимой личностью. Да, научил ценить себя, любить себя, уважать. То есть, возможно, в каких-то отношениях вы познали себя как женщину. Да, где-то как-то раскрылись. Но все же, о чем же здесь опыт? Опыт, в котором нужно было совершать выбор. Да, и этот выбор было достаточно сложно сделать. Но вот мне почему-то его здесь показывают как прошедший. Возможно, на томком плане он все-таки завершен. Но у меня чувство, что это вот вы сейчас это проживаете. То есть, здесь какая-то, знаете, несостыковка во времени. Но вы уже сами по себе смотрите, потому что на энергическом плане, да, если мне это показывают как завершенный процесс, значит, это уже случилось. Возможно, в физическом плане идет небольшая задержка и ощущение того, что это вы сейчас проживаете, либо вы в ближайшее время это будете проживать. Но на энергетическом уровне эта ситуация уже завершена, в которой вам нужно было научиться совершать выбор. Да, здесь как будто бы была какая-то зависимая ситуация. Присутствовала некая борьба вот с партнером. Сейчас, секундочку, я вложу карту, я... Да, расскажу о чем. Здесь были какие-то отношения с человеком. Если вы женщина, то с мужчиной. Не будем привязываться к личной жизни. А вообще здесь показаны какие-то взаимоотношения с человеком, которые были не совсем легкими. То есть здесь в этих отношениях была какая-то вот бесконечная борьба, отстаивание своих каких-то, не знаю, своих, возможно, желаний, да, своей какой-то позиции, своей точки зрения. И с одной стороны здесь дьявол что делает в этих отношениях? Он вас как будто бы и не отпускает, но с другой стороны он вам и не дает то, что вы хотите. То есть с чем была связана эта борьба? Вам было... Понимаете, с одной стороны эти отношения, они как будто бы вас не удовлетворяли, да, то есть вы не получали такой, знаете, некую такую наполненность, радость от этих отношений. Но с другой стороны и не было как будто бы сил двигаться дальше. То есть и уйти страшно, да, как будто бы было. А почему здесь присутствует борьба? Здесь как будто бы борьба, знаете, за любовь, за какие-то чувства, когда вы очень... И именно женщина здесь очень долгое время вкладывалась в эти отношения. И как будто бы вы не получали того результата, на который вы настраивались, надеялись. И это вот вас очень сильно, прям, знаете, огорчало. Здесь попадает тройка мечей, да, говорит, как будто бы вам разбивало какое-то сердце. Но с другой стороны взаимоотношения с этим человеком, то есть здесь, как это, знаете, получается, и не вместе, и не врозь, да, потому что вот дьявол, он как будто бы не давал такую возможность уйти, да, то есть вот сбежать. Это, знаете, очень напоминает, приведу пример, может, так вам будет понятно. Когда тренируются, когда люди занимаются спортом, но не любительским, а профессиональным, когда тренер понимает, что в какие-то моменты, это, конечно же, не совсем хорошо, наверное, да, а может быть для спорта так и надо, не знаю, он начинает своего подопечного ломать, да, ломать в каком контексте? Бывает так, что, особенно ролики, которые показывают, допустим, в интернете, да, когда дети, девочки занимаются, маленькие девочки занимаются спортивной гимнастикой либо художественной гимнастикой, вот ты видишь, как им там на растяжках больно, да, то есть как тренер, например, на них надавливает, морально, физически, да, и спортсмен ломается, но с другой стороны, и сам спортсмен, и тренер понимают, что если этого не делать, да, то не достигнешь каких-то результатов, которые, благодаря которым как раз-таки люди и получают там золотые, серебряные либо бронзовые медали, то есть есть какие-то моменты, когда тебя действительно вот именно ломают, то есть физически, может быть, какие-то упражнения, которые ты понимаешь, что у тебя уже нету сил, да, физически, тебе это больно, но с другой стороны, ты продолжаешь это делать, да, невзирая на боль, невзирая на какие-то трудности, да, преодолевая, то есть здесь, по сути, идет ломка не столько физического человека, сколько вот морального, да, моральная ломка, то есть научиться преодолевать вот эти вот трудности, не ставить себе убеждения ограничивающего порядка, когда говорит, что все, я не могу, да, то есть часто бывает так, когда спортсмен говорит, что все, больше не могу, нету сил, а тренер из него выжимает либо дожимает последние, как говорится, соки, и получает подтверждение, что человек через не могу, он все равно это сделал, вот здесь вот именно во взаимоотношениях, да, происходит вот что-то такое, то есть как будто бы с одной стороны происходит ломка, да, то есть вас не отпускают от этого человека, ну и вместе вы как будто бы не можете быть, да, почему, потому что здесь, знаете, как будто бы женщина хочет что-то получить от этих отношений, и она этого не может получить, и она это понимает, когда у нее происходит это понимание, да, она говорит, хорошо, значит, я должна двигаться дальше, да, то есть наилучшим вариантом будет разойтись, но и разойтись не получается, то есть есть что-то, что по дьяволу сдерживает, да, есть какая-то привязанность, то есть возможно это энергии, силы, которые были вложены в эти отношения, то есть вот здесь вот какой-то такой урок происходит, где, понимаете, здесь еще и страхи всплывают, то есть мы сейчас посмотрим, чему вас научил этот урок, но изначально мне уже здесь выпадал аркан императрицы, говорит о том, что какие-то свои травмы, да, вы прорабатывали в этих отношениях, но они могут быть разные, ну давайте посмотрим, что же вы благодаря этим отношениям здесь проработали, да, то есть какой горький урок вы получили, горький опыт в этих отношениях, шестерка жезлов, десятка жезлов, четверка мечей, значит здесь уроков будет несколько, да, первый урок, невзирая на какие-то трудности, сложности двигаться вперед, то есть это именно вот урок во взаимоотношениях, да, по дьяволу, о котором здесь я говорила ранее, то есть когда хочется сбежать, когда хочется все бросить, все оставить, потому что ну тяжело, да, то есть я не вижу смысла, цели как-то дальше это продолжать, хочется сбежать, хочется как-то, знаете, я не знаю, закрыться возможно, да, возможно игнорировать этого человека, но все равно приходится двигаться дальше, то есть дальше развивать эти отношения, да, то есть как бы трудно ни было, то здесь действительно отношения, в которых человек, ну в данном случае вы, проходите, вот все время преодолеваете самого себя, то есть здесь урок идет на преодоление себя, своих сил, то есть вы как будто бы сами себе показываете, что если есть желание, да, то при желании можно добиться многого, да, вот было бы желание, то есть вас присутствует, дьявол вас здесь держит, в этих отношениях, на какой-то вере, да, вот я не знаю, вера возможно в что-то лучшее, либо вера в то, что все будет так, как я себе придумала, либо я хочу, еще чему научил, да, действительно здесь урок, потому что попадает колесо фортуны и пятерка эпидаклей, выходить из каких-то кризисных ситуаций, то есть возможно, здесь было показано, что вот когда наступает какая-то, какой-то сложный момент, либо сложная череда каких-то ситуаций, вы берете паузу для себя, для того, чтобы, не знаю, возможно с собой что-то проработать, понять, разобраться, осознать, да, что идет не так, что мне нужно в себе здесь изменить, над чем необходимо поработать, да, вот эта вот пятерка эпидаклей, то есть как будто бы вот в этих трудных ситуациях вы растете духовно, то есть здесь на самом деле очень сложный путь, да, но и с другой стороны он и как будто бы самый эффективный, я бы так сказала, потому что вы научаетесь преодолевать вот эти вот кризисные ситуации, в каждой кризисной ситуации вы растете духовно, то есть там, где вам кажется, что ничего не получится, да, либо у меня не хватает ресурсов, вы как будто бы находите там, я не знаю, новые источники ресурсов, да, либо как-то для себя понимаете какие-то свои сценарии, какие-то убеждения, которые не приводят вас к тому результату, который вы хотели, вы начинаете их менять, да, то есть здесь колесо фортуны, оно заставляет вас, условно говоря, стать целостным человеком, да, то есть самодостаточным, что значит самодостаточным, это значит те пробелы, да, которые у вас есть, либо какие-то недостающие пазлы, которые вы хотели как-то закрыть, благодаря вот этому человеку, с которым мы сейчас рассматриваем, да, вы их научаете закрывать самостоятельно, то есть допустим, вам не хватает внимания, вы научаетесь сами себе давать это внимание, и понимать, что, а для чего, да, то есть для чего мне нужно внимание другого человека, да, то есть какие потребности я закрываю, то есть вы здесь как будто бы растете, чему еще вас научил этот урок? Тройка кубка и аркан стойкости, вот видите, все арканы здесь показывают о том, что вы можете преодолеть, у вас как будто бы, знаете, силы появляются, вы вот в этих отношениях, если вы понимаете, каких я говорю сейчас отношений, вы себя с одной стороны, знаете, здесь вот как будто бы идет какое-то очищение, то есть вы убираете какие-то тяжелые, грузные мысли, да, по тройке кубков, с другой стороны, вы как будто бы научаетесь общаться, правильно коммуницировать, и здесь еще присутствует вот эта вот энергия легкости, то есть вы вносите в отношения вот эту легкость, то есть через какое-то осознание к вам приходит, что ну слишком, допустим, вот какая-то серьезность здесь не нужна, да, то есть здесь вот как будто бы по-другому надо взаимодействовать, да, более проще относиться, здесь вы реально ломаете себя, в данном случае свое эго, вот в этих отношениях, я не знаю, может быть вы наткнулись на такого человека, с которым, условно говоря, не прокатывает то, что у вас ранее, например, реально, ну, вы этого добивали благодаря другим людям, то есть нашли своего учителя, да, с которым вы понимаете, что так, как я хочу, не будет, а вот это вот как я, это вот как раз таки в данном случае, в данном контексте, это проявление вашего эго, и вы как будто бы, ну, жаргоном говорю, но по-другому не получается, обломались об этого человека, и вы понимаете, что вроде бы вам интересно, вы хотите быть с этим человеком, но уже не на ваших условиях, а на его, понимаете, и с человеческой точки зрения, да, казалось бы, что, ну, в отношениях должны вкладываться оба, да, и развивать оба, и вот, чтобы всем было хорошо, и так далее, но с точки зрения именно развития души, да, как вы поймете, что вам нужно что-то изменить в своем характере, вот вам как раз кидали такого человека, которого сложно вам поломать, сложно вам изменить, но когда вы поняли, что вот как будто бы по-вашему уже не получится, и вы для себя осознали, что, а давай я попробую так, как хочет этот человек, может быть, в этом тоже есть что-то позитивное, то есть я не буду брать его как пятерку жезла, то есть бороться с этим человеком, а давай я попробую делать то, что он предлагает, возможно, где-то там посередине и будет какая-то истина, и вот когда вы себе это дали, вот здесь какая-то цикличность, это была не разовая ситуация, здесь очень много раз проходила эта ситуация, повторные какие-то циклы были, и в каждом цикле вы выходили сильнее, потому что вы находили в себе вот эти вот ресурсы, да, что-то в себе проработали, менялись, становились другим человеком, у вас менялось убеждение, и вот как будто бы последний ваш этап взаимодействия с этим человеком, да, вы получили вот этот вот опыт по тройке кубков, более проще относиться к себе, то есть не придавать своему эго такую большую значимость, что вот, например, когда обижаемся, да, либо не получаем то, что мы хотим, то есть здесь вот действительно какой-то такой философский подход был, который показал вам, что жить можно проще, да, то есть если не продавать значение такого большого и такой важности своей личности, своей персоне, то в принципе можно договориться, да, но ничего страшного, где пойдешь на уступки, да, это же наше эго говорит, что нет, почему ты должен уступать, и так далее, то есть вот это вот проявление эго, с этим человеком у вас очень сильно ломалось, но ломалось в хорошую сторону, понимаете, вы здесь научились как минимум по тройке кубков, да, разделять, хочется сказать, разделять трапезу с этим человеком, то есть делиться, делиться, возможно, своими какими-то эмоциями, своими переживаниями, открываться этому человеку, да, что, допустим, вам было не свойственно, в этих взаимоотношениях вы научились какому-то более легкому подходу, да, то есть где-то, я бы сказала мудрости, да, женской мудрости, где-то на что-то не обращать внимания, закрыть глаза, где-то, не знаю, как-то сложно какую-то ситуацию перевести на юмор, на шутку, чтобы как-то сгладить углы, то есть вы уже здесь не столько выпячиваете свое эго, но это вот как будто бы последний ваш цикл, раньше у вас было, потому что и шестерка там, жезлов, и пятерка жезлов, вот это вот наше я, а-я-я, вот, сейчас уже вы как будто, вы знаете, опираетесь не на разделение в контексте того, что я такой человек, а ты другой человек, да, вот нам надо как-то с тобой договариваться, а вы как будто бы больше акцент делаете на то, что вас объединяет, да, а что общего у вас есть, а что вас соединяет, вот что вам больше нравится, то есть вот, и как будто бы здесь ситуация стала разворачиваться по-другому, да, аркан смерти говорит о том, что произошли перемены, аркан влюбленных и аркан изобилия, и вот вы как раз таки сейчас на данный момент стоите на выборе, как вам дальше, куда вам дальше двигаться, что вам дальше делать, то есть проще говоря, аркан изобилия, это альтернатива аркана, как он, императрицы, о которой я говорила ранее, то есть вы как будто бы сейчас, да, то есть урок в принципе, вы прошли с этим человеком, опыт получили, который вам необходим был, да, то есть вы как будто бы познали свою ценность, ценность не с точки зрения вот гордыни, да, то есть наоборот здесь как будто бы вот это вот эго, оно сломалось, но при этом ваша значимость, она выросла, ваша ценность, ваша любовь к себе, уважение к себе, такие вот очень, очень приятные и очень, такие вот фонтанирующие, изобилием энергии появились, да, понимание себя, я бы так сказала, что тоже немаловажно, что сейчас вы встали как раз таки перед выбором, то есть раньше, если вы, допустим, у вас был урок как-то себя изменить, и вы через этого человека себя меняли, то сейчас и узнавали, то сейчас вы как будто бы себя опознали, и у вас стоит другой урок уже, урок в контексте того, как быть счастливым, понимаете, здесь неважно уже с этим человеком, либо с другим, то есть вы у вас, это цветок уже расцвел, да, и стоит новая задача, как благоухать, благоухать, как распылять вот этот вот аромат изобилия, красоты, и вот этот, не знаю, какой-то такой приятный, приятный очень запах на более больших просторах, да, вокруг этого цветка, то есть здесь вот что-то такое, да, то есть здесь должны появиться какие-то новые мечты, новые фантазии, здесь выбор, здесь я не могу сказать, что вы что-то определились для себя, да, то есть вы пока еще, поэтому в самом начале я сказала, что урок как таковой, он уже завершен, то есть на энергетическом уровне он завершен, но на физическом плане вы как будто бы еще находитесь в этом процессе, потому что вы еще не определились, то есть допустим, куда вам дальше двигаться, и оставаться ли вам с этим человеком, то есть урок как минимум с этим человеком уже пройден, вот так скажу, вот здесь выпадают все арканы, все арканы выбора, здесь как будто бы, знаете, еще осталось вот, выпал аркан эгоизма, да, который в данной колоде, он как раз таки говорит, что есть еще вот какой-то маленький, маленькое остаточное явление, и аркан императрицы, как будто бы, вы знаете, есть хочется еще, как будто бы что-то доказать этому человеку, да, что вот, что вы здесь хотите доказать, чтобы он как будто бы нацелился на вас, да, и выбрал вас, то есть здесь такое ощущение, что вы как будто бы хотите сказать, что вот я созрела, да, я уже вот такая, какая должна быть, а теперь, теперь как будто бы вот человек должен дозреть, для того, чтобы вы возможно начали новый этап, новый этап совместной жизни, если захотите, если нет, то вы можете уже двигаться дальше, но такое ощущение, что вы пока еще не, не хотите, вот не хотите еще оставлять этого партнера, есть как будто бы какая-то еще надежда, что будет шанс на совместные, ну здесь уже будет какой-то, на совместное какое-то общение, но здесь уже будет новый этап и новый урок, то есть здесь такое ощущение, что вот если вы, допустим, останетесь с этим человеком, здесь уже будет новый виток, но вы свою задачу, условно говоря, в этих отношениях вы уже выполнили, вот, а выполнил ли человек, мне кажется, что еще пока нет, ему надо дорасти, это знаете, так иногда бывает, как в этот, пламенные, пламенные души, когда есть, допустим, там очень огромная разница в возрасте, и получается так, что не во всех воплощениях, да, эти близнецовые или пламенные, как их называют души, да, они могут соединиться, вот здесь не в плане того, что вы относитесь к этой категории, а в плане того, что знаете, что вот один очень сильно развился, а другой нет, и здесь возникает вопрос, а выбор, да, а как быть, то есть один, либо вы будете как-то ждать этого партнера, и неизвестно, сколько времени понадобится, либо этот партнер должен очень быстро как-то вырасти, здесь вот сложно сказать, вот, почти пол колоды выложила, давайте я, наверное, один аркан оставлю, а остальное обратно положу, хотя здесь не 78 карт, намного больше, но в любом случае, почти одну треть колоды я выложила, так, ладно, смотрим, что нам скажет второй, вторая позиция, красненький камешек двоечки, что у вас здесь был за горький опыт, о чем вы нам тут поведаете, и потом посмотрим, чему он вас научил, так, что у вас здесь был за горький опыт, четверка кубков, четверка кубков, аркан, изобилие, плодородие, так, секундочку, и шестерка вечея, я не совсем понимаю эту четверку кубков, здесь о чем она говорит, сейчас секундочку настроюсь, посмотрим, потому что здесь вроде бы, как три разных энергии, что ли, мне показано, может быть здесь три разных урока было, один урок был связан с четверкой кубков, то есть, да, здесь скорее всего три разных урока было, один говорит о том, что не было как будто бы возможности реализовать какую-то свою мечту, здесь присутствовали какие-то энергии, такие липкие, да, когда человек, не знаю, находится в каком-то своем эмоциональном болоте, да, отказывается как-то от дальнейшего движения, развития, ему страшно, то есть, такая какая-то полоса не очень приятная, когда человек, условно говоря, деградирует, то есть, не просто он находится в какой-то стагнации, а он деградирует, потому что очень много страхов здесь, очень много каких-то ожиданий, то есть, такое чувство, что вот человек махнул на всю руку, на всю рукой, и говорит, что вот, как говорится, будут доживать свой век, вот, и ничего не делает, то есть, вот здесь какая-то такая энергия, с чем она связана, откуда этот урок, да, по умеренности, умеренность, пашкубков, и король Пендакли, здесь как будто бы, знаете, человек, у которого не получилось, как-то, либо зарабатывать большие деньги, то есть, по королю Пендакли, это человек, который наслаждается материальной жизнью, получает от нее удовольствие, человек, у которого, есть уже большой опыт, но вот здесь как будто бы этого не случилось, то есть, вы как будто бы либо надеялись, либо были какие-то мечты, либо какие-то предложения по поводу, я не знаю, большого заработка, ну, либо более комфортной жизни, либо наоборот, там, я не знаю, выйти замуж, и жить в обеспеченной семье, то есть, что-то здесь такое было, и это не случилось, вот из-за того, что вот эта вот мечта какая-то, ваша не реализовалась, здесь как будто бы человек немножко разочаровался, но здесь не только разочарование идет, а здесь идет вот такая энергия, как будто бы, знаете, вот вы как будто бы себе говорите, ну, не получилось, ну, значит, мне больше ничего в жизни не надо, да, то есть, человек, который отказался от себя, то есть, здесь не только вы как будто бы отказались от той мечты, здесь велика вероятность, что, возможно, вам это и не нужно было, да, поэтому вам и не дали, то есть, возможно, вас здесь и защитили от того, что вам не дали то, что вы хотели, но вы это вот как будто бы восприняли, что, ну, если этого не, значит, и смысла, вот, как будто бы здесь человек утратил какой-то смысл жизни, да, потому что, ну, я как будто бы вкладывался, много чего делал, а теперь у меня не получилось вот реализации вот этой какой-то мечты, надежды, и вы как будто бы очень много смысла вкладывали, очень большая важная значимость для вас это была, может быть, это был какой-то человек, да, но вот не сложилось, чего бы это ни касалось, не сложилось, и здесь вы как-то вот махнули на все рукой, и самое такое плохое, это то, что вы махнули рукой на себя, вот это вот был для вас горький такой опыт, и что произошло потом? Но потом либо судьба вам как-то помогла, либо вы взяли эту судьбу в свою руку, и все-таки набрались сил и решили двигаться дальше, то есть здесь по колесу фортуны какая-то ситуация достаточно судьбоносная произошла, то есть либо была помощь свыше, да, какие-то знаки, либо, еще раз повторюсь, скажу, что либо вы решили, что с этим надо завязывать, вот как-то приложили усилия, и решили все-таки, невзирая на страхи, на какую-то свою неуверенность, двинуться дальше. Такая ситуация. Чему она вас научила? Такие серьезные органы. Так, чему она вас научила? Во-первых, научила как будто бы, знаете, защищаться. Защищать вот что-то такое чистое внутри вас, да, я не знаю, то есть не терять как будто бы надежды, не терять вот эту, не то чтобы наивность, а вот какой-то доброту, что ли, свою человечность, не жертвовать, да, то есть разрушить, наоборот, вот эту вот, вот эту вот жертвенность. Здесь два момента. С одной стороны, как будто научились защищать себя, отстаивать себя. Вот то, что есть для вас, то, что является для вас ценностью, там, например, доброта, дружба, что-то, что идет вот именно из вашего детства. Может быть, даже своего внутреннего ребенка, да, как-то защищать. А с другой стороны, научились не входить вот в этого повешенного, то есть как будто бы вы здесь осознали и поняли, что никому мои жертвы не нужны, да, то есть вот это в принципе какой-то обман, иллюзия, то есть вот как будто бы проявление, эго, то есть жертвовать собой вообще не ради кого не нужно. То есть здесь вам пришло какое-то такое осознание, что толку, да, и смысла это делать. Но вы это поняли, не, знаете, здесь не с точки зрения обиды, да, что я обиделся, вот, и теперь я больше не буду ни для кого ничего делать. Нет. А здесь вот как будто бы тоже такое вот философское понимание пришло, что смысл как будто бы тратить свое время, там, я не знаю, на ситуацию, на людей, ради, ради них самих, это вот как будто бы не совсем верно. То есть если бы вы что-то делали ради себя, то это вот один момент. Но здесь вы как будто бы поняли, что вот когда я вкладываюсь в другого человека, да, там, помогаю, что-то делаю, а ему это не нужно. То есть вот эта вот жертва, она как будто бы необоснованная, что ли, она какая-то бесценная. Вы осознали, что тем самым я вот как будто бы самостоятельно себя обесцениваю. Вот этот горький опыт, он вам показал, что да, я трачу столько энергии, силы на другого человека, и в конечном итоге это никто не ценит. Зачем мне это нужно, да, то есть таким образом проходит моя жизнь, и я не получаю то, что, то, чего я хочу. То есть по сути я себя расплескиваю, я себя трачу энергетически, да, как какие-то свои ресурсы, и не получаю то, что мне нужно, для чего вот эти жертвы, да, то есть если бы они были обоснованные, то это один момент. То есть вот здесь у вас какие-то такие моменты и осознания пришли, и вы осознали как раз вот эту двойку кубков, что главное, чтобы мне было внутри хорошо, да, чтобы мне было спокойно, чтобы во мне была вот эта вот любовь. А вот эти вот все жертвы, они как будто бы не нужны, то есть когда у человека действительно искренние какие-то отношения, чувства, да, то есть когда присутствует взаимность, то человек это делает, потому что он хочет. То есть здесь у вас как будто бы пришло такое понимание, что если уже в будущем вы будете кому-то там помогать, либо там, я не знаю, жертвовать своим временем, своими ресурсами, вы это будете делать, потому что вы это хотите. Не потому что за этим будет скрываться там какая-то корысть, а что-то получить от человека, либо вот это вот желание помогать другому человеку, за ним тоже скрываются там какие-то выгоды, да, вторичные. Вы это как будто бы будете делать искренне. Это то, что мы говорим, да, сделать добро и забудь о нем. Вот вы это как будто бы будете делать, потому что у вас есть потребность, то есть не сделать вы это уже не сможете. Да, то есть это ваша потребность. Не вторичная выгода, а именно потребность, именно вот это вот искреннее желание. То есть вот в этом у вас произошло такое осознание. Что касается остальных два урока, которые здесь я вижу, да, вот этот вот горький опыт, он как раз-таки касается изобилия, да. Вы как будто бы, понимаете, за это изобилие, здесь просто искаженные немножечко убеждения идут. Вы за это изобилие как будто бы боролись сами с собой. Сами с собой. И вам как будто бы пришло вот это вот, вот это пересекается, как раз с тем предыдущим уроком. К вам пришло как будто бы здесь осознание по Верховной Жрице и Десятке Мечей, что в принципе мне бороться, вообще сама по себе борьба и изобилие, это вот несовместимые вещи. Вообще, когда ты с чем-то борешься, то есть это наоборот противоположная энергия миролюбию. То есть либо в тебе, то есть ты не можешь, как говорила Мать Тереза, ты не можешь бороться за мир, ты можешь этот мир транслировать. То есть даже если это какая-то мирная, как называется, транс, забыла слово, когда люди выходят на площадь, и вот как-то мирно что-то, условно говоря, выражают свой какой-то протест, это все равно тоже несет в себе энергию борьбы. А здесь говорится как раз таки о том, что если вы хотите, например, изобилие, то вам не нужно бороться за это. Вам нужно это увидеть, то есть не силой, а наоборот ощутить вот это вот богатство, вот эту вот красоту, то, что вы хотели, в данном случае там еще было и по королю Педакли, что это внутри вас есть. То есть не нужно как будто бы насильственно это вырывать из пространства для того, чтобы получить, а нужно это заметить. То есть чем больше вы это будете замечать, тем больше вы увидите, что в вашем пространстве вот этого вот изобилия много. Это вот как будто бы, знаете, вы попали на какой-то пляж, где очень много ракушек. Вот вы искали какую-то ракушку. Из-за того, что у вас был настрой на то, что мне нужно увидеть ракушку, вот вы идете по песку, по набережной, да, и видите, ой, я одну ракушку нашел. Но из-за того, что еще раз скажу, фокус был на ракушках, вы смотрите, и в другом месте есть ракушка, и в третьем, и в пятом. То есть куда бы вы ни посмотрите, везде есть эти ракушки, потому что вы их стали замечать. И тем самым вы увидите, что вся вот эта вот набережная, она наполнена этими ракушками. Но ранее, из-за того, что у вас не было фокуса на этих ракушек, вы их не замечали, вы видели только песок, да, либо просто воду. То есть вот здесь что-то такое, вот это вот изобилие ракушек, да, она присутствует. Но из-за того, что ваш фокус внимания, был направлен на то, что ракушек всем не хватает, и за них надо бороться. Вы боролись, в этом и был самообман. Но у вас произошел какой-то урок по верховной жрице, то есть вам открылись какие-то знания. Сейчас я посмотрю, какие знания, и они как раз-таки вам помогли, приподняли вот эту завесу, и вы увидели другую конструкцию, увидели другой формат, как можно получить это изобилие, как можно стать таким человеком. Да, ту спиндакли, шанс. То есть вам, в вашей душе был показан новый путь. Новый путь вне конкуренции, и он был связан как раз-таки с выбором. То есть вам показали, как правильно выбирать, да, то есть не выбирать, там, я не знаю, например, добро и зло, да, что выбрать, а через союз или. А вместо заменить союз, то есть не вещи выбирать, да, либо одно, либо другое, а поставить другой союз. Поставить, например, союз и, то есть вы получите и то, и другое. То есть вот здесь какая-то такая мировоззренческая фишка у вас всплыла, и вы осознали, что возможно вам и не нужно что-то выбирать, либо вы научились по-другому относиться к понятию выбора, то есть вы как будто бы пересмотрели эту позицию, потому что Верховная Жрица, она не говорит о том, что, то есть какие-то здесь более сакральные знания были, это не земные, не примитивные, что там вам дали какую-то технику выбора, да, и вы стали ей пользоваться. Нет, это вот слишком как будто бы примитивно. Здесь произошло в сознании какие-то изменения. Так, и шестерка мечей, о чем здесь, какой опыт был? Да, вот Иерафан как раз таки говорит о том, что изменилось, изменилось ваше мировоззрение, вы как будто бы вскрыли какую-то ценность по поводу семерки педаклей, что, например, семерка педаклей, она говорит о том, что человек вкладывает, вкладывает свои силы, и в какой-то момент он останавливается и смотрит, и не знает, что ему дальше делать. То есть продолжать свою работу для того, чтобы собрать эти 10 педаклей, либо отказаться, потому что он как будто бы находится в таком, знаете, промежуточном этапе, что вроде бы силы прикладываю, а результат я еще не получил. Почему? Потому что внутри-то процессы идут, но они идут медленно, а вовне они пока еще не отображаются, и от этого у человека появляются сомнения, как ему быть, что ему делать, то есть бросить, либо продолжить. В идеале здесь говорится о том, что нужно продолжать делать, вкладываться, но здесь речь идет, поскольку выпадает дьявол, то здесь вот у вас как будто бы все время искушение было на то, что может быть было такое убеждение, что не завершен вот этого Гельштайта, что если ты начал дело, надо его завершить до конца, то есть если ты не завершишь, это вот будет неправильно. А вы как будто бы здесь по стерке мечей поняли, что а зачем мне тратить столько сил, здесь очень много понимания у вас, сознания на самом деле, зачем мне тратить столько сил, когда я могу в любой момент отказаться, то есть зачем мне тратить свою энергию, когда я понимаю, что изначально уже, видно через какое-то время, что этот результат, он не принесет мне желаемого результата, масло масляное, он не принесет мне того, что я хочу, поэтому зачем мне продолжать вкладывать, я лучше эти энергии перенесу на что-то другое, на что-то новое, ну то есть не обязательно все доводить до конца, условно говоря, начали читать книгу, ну и поняли, что ну не моя книга, ну вот не мой автор, это же не говорит, а там допустим книги 300 страниц, вы читали две главы, и вы поняли, что блин, я нифига не понимаю, да, но есть вот это вот внутреннее ощущение, что надо завершить, все-таки купила книгу, начала ее читать, надо ее завершить, и здесь вот у вас происходит такое понимание, а зачем, да, я лучше вот это вот время, которое потрачено оставшиеся главы прочтения этой книги, я лучше возьму какую-нибудь другую книгу, которая будет более эффективной, то есть к вам пришло понимание, что у вас есть право в любой момент отказаться, даже если вы заранее приложили какие-то усилия, то есть если вы поняли, что это не мое, может быть не время еще, да, то есть не обязательно, что вы полностью отказываетесь, вы понимаете, что ну еще не время, хорошо, я отложу, может быть я еще не доросла, условно говоря, до этой книжки, придет время, дорасту, то есть не обязательно завершать, но здесь было вот это вот какое-то такое, и аэрофант, и дьявол, говорят, какое-то такое, знаете, отношение к себе, немножко тиранистическое, то есть вы были сами для себя вот этим тираном, который говорит, что нет, надо, вот это вот надо, то есть если я начал надо довести до конца здесь у вас тоже пришло такое философское понимание, что а кто меня заставляет а кто это внутри меня чей этот голос, который меня заставляет что-то делать, если я не хочу у меня есть право не делать, то есть вы как будто бы здесь немножко расслабились и начали себе разрешать разрешать, и вот королева жезлов и выпала да, то есть и тем самым стали вот как-то обрели свою независимость вот так скажу, да, вот от этих каких-то обязательств и должествований в контексте именно завершения того, что когда-либо было начато так, и чему вы тут научились и пришли к десятке кубков двойка мечей пятерка педагли вы научились как будто бы знаете фокусировать свой ресурс свою энергию в то, что будет вас наполнять то есть этот урок научил вас правильно перераспределять свою силу, свою энергию научились фокусироваться на том, что более эффективно в том числе это касается и своих эмоций то есть не растрачивать свои эмоции не расплескивать а как будто бы научились не то чтобы управлять но вот хочется сказать больше голову научились включать в свои эмоции то есть эмоции не просто как-то отдельно текут через вас а уже сообща хочется сказать с логикой то есть проще говоря вы сможете отловить допустим когда у вас появляются какие-то эмоции вы уже можете отловить что вот эта вот эмоция она появилась после там я не знаю вот таких мыслей и прежде чем это вот включит вас вот начинает на полную катушку вас раскручивать на эмоции еще больше 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 и вы понимаете что потом вы утратите энергию вы как будто бы это начали отслеживать и условно говоря перенаправлять так окей мне это не нужно то есть получил какой-то негативный отзыв на что-то да либо критику в свой адрес и вы понимаете что вот если я сейчас в это покружусь да это заберет у меня энергию нет окей и вы сразу останавливаете себя и направляете перенаправляете энергию в нужное русло то есть я не буду этому уделять вернее медали вы там переключаете просто на что-то другое вот такой урок здесь был и у вас двоечки так это была вторая позиция и мы и мы с вами смотрим позицию номер 3 зелененький камешек троечки что у вас был за горький опыт что нам тут покажут и потом посмотрим чему он вас научил что здесь за горький опыт был аркан смерти вот так интересно как минимум ну вот последние два-три года в третьей позиции очень часто попадает либо смерть либо дьявол либо смерть либо дьявол такое ощущение что вот это вот прям ваши-ваши арканы о чем здесь нам говорит аркан смерти здесь было какое-то завершение так четверка пендаклей у вас был какой-то горький-горький опыт связанный с развитием связанный с развитием почему потому что четверка пендаклей и восьмерка жезлов вот именно в такой позиции здесь две восьмерки да одна говорящая про развитие а другая наоборот про замедление про про то что человек наоборот не развивается то здесь была какая-то стагнация с чем она была связана аркан колесницы с тем что вы как-то не двигались дальше к десятке педаклей здесь хочется сказать что у вас был какой-то урок который завершился потому что смех все-таки говорит про завершение естественный процесс когда вы возможно за что-то цеплялись возможно не двигались как-то дальше замедляли что именно вы замедляли свое вот это вот развитие и движение либо в материальную сторону либо в сторону личной жизни да то есть создание семьи здесь может быть по-разному то здесь вы получили какой-то горький опыт сейчас секунду здесь такое что вы как будто бы здесь знаете для себя поняли что когда нет движения да когда я за что-то цепляюсь то по факту я как будто бы теряю намного больше это из той категории когда мы говорим что а надо что-то там не знаю надо сэкономить да вот мне надо сэкономить причем сэкономили условно говоря на начал болеть зуб да и вы говорите о я не пойду к зубному врачу потому что там я не знаю много денег надо платить и сейчас их нет ну я сэкономлю ничего приму какую-то таблеточку да боль пройдет и все нормально боль прошла через какое-то время опять появилась ну и вам вроде бы казалось что да я сэкономила там месяц-два вот а потом когда пошли все же вынуждены были пойти к зубному врачу врач посмотрел и говорит ну здесь дела вообще совсем плохо то есть если бы вы пришли там два месяца назад да мы могли бы вам и зуб сохранить там и еще что-то то есть нашел еще кучу всяких болезней и тут вы осознаете что блин сэкономила и вот к чему привела моя экономия да либо там я не знаю хотели что-то купить ну условно говоря там я не знаю стиральную машинку почему-то мне пришло вот и купили та что подешевле а она поработала там месяц-полтора вот и сломалась и когда пришел мастер он загнал такую цену на которую можно было уже купить две новые стиральные машинки да а что поделать вроде бы и она и новая жалко выбрасывать но и деньги которые за нее просит мастер да они вот стоят как две машинки но здесь вот примерно такое то есть у вас был какой-то такой опыт когда вы держались за что-то не хотели это отпускать особенно опыт связан с тем что вот это уже отжило то есть я не случайно сказала про экономию здесь может быть такое например ну обувь какая-то да старая а из-за того что она удобная да у нее уже вид какой-то такой не очень хороший вот не не презентабельный а ну из-за того что она удобная вот жалко выбрасывать вот есть у вас вот это вот качество жалки да как мы говорим жалко у пчелки в попке вот здесь примерно что-то такое да то есть жалко жалко это выбрасывать жалко это оставить причем то что уже изжило себя да там вот вот это вот жадничество да пригодится я не буду это выбрасывать там я не знаю не знаю вот какой-то предмет и от него вот какая-то деталька и вот вы ее держите для чего пригодится то есть вот был какой-то вот этот вот горький момент когда вы что-то удерживали вот это вот на всякий случай пригодится сэкономить и вы понимали что вот это вот ваша экономия с одной стороны она останавливает вас от вашего развития то есть она не дает войти что-то новое в вашу жизнь а другой другой стороны она создает вам больше каких-то проблем то есть и это влияет как-то либо на ваши финансы либо на ваше семейное какое-то положение то есть либо там либо там ну-ка давайте я еще уточню что здесь за личный за горький опыт было ну-ка ну-ка скорее всего это как-то связано с профессиональной сферой да то есть это как-то связано с деньгами либо социумом либо с деньгами как будто бы была какая-то я не знаю идея что-то что-то сделать что-то создать вот вы как будто бы я не знаю упустили что ли свой шанс упустили какой-то свою возможность из-за своих страхов из-за каких-то своих промедлений из-за каких-то своих ловушек в голове и тем самым вы не пошли вот здесь как будто бы утраченный какой-то шанс не идет вы как будто бы могли достичь больших каких-то успехов но вот из-за того что где-то смолодушничали где-то испугались где-то запутались сами в себе и утратили шанс причем шанс здесь мог быть и как на взаимоотношения если для кого это актуально до встретить человека именно такого который вам нужен а для кого-то вообще здесь то что касается именно императрицы то есть становление себя как личности утраченный шанс здесь хорошо и чему вас научил этот опыт чему вас научил этот опыт ну во первых он вам показал ваши по восьмерке мечей ваши мысли в вашей голове которые вот прям высветил вы это увидели вы это заметили какие моменты вашей голове они не не дают вам возможности что-либо совершить то есть вы увидели как-то свои страхи чего вы боитесь почему вы боитесь вы как будто бы увидели влияние ваших эмоций негативных на те ситуации которые не дают вам двигаться дальше не невозможность то есть вы вот прям а как inside словили что вот почему у меня не получалось потому что у меня есть вот такое да есть такая мысль потому что я вот в это верю а еще чем у вас научил ваш горький опыт штерка жезлов десятка жезлов аркан выбора что невзирая на какие-то трудности сложности надо все равно идти вот своим каким-то путем за своими какими-то мечтами идеями то есть здесь иногда знаете такое чувство выпало тройка мечей пятерка педаклей и окон солнце что невзирая на то что знаете вот вам как будто бы больно бывает либо вы там боитесь либо сожалеете о каких-то своих утратах да вот все равно надо надо как-то на позитиве я не знаю верить во что-то позитивное верить в удачу верить самое самое лучшее что ли то здесь этот урок он вам показал что в принципе вы не получили либо закрылись от этого шанса потому что испугались вот и здесь как будто вам нужно говорить что надо верить не столько даже в мечту а надо верить в себя что у вас обязательно все получится причем говорите это самому себе а вот на такое знаете позитивные ноте с такой уверенностью что вот у меня как будто вы знаете не получиться вообще не может это вообще не вариант да то есть здесь вопрос идет как будто бы осилы осиле воли осиле вашего намерения что у вас может все получиться из-за вашего и вот насилие намерения какого-то да то есть я так решил да так оно и будет да то есть вот я прям сто процентов в этом уверен да вот здесь караски был аркан смерти четверка мечей мак которые говорят о том что мак это вот его как раз ки девиз я знаю как я умею я это сделаю у меня это получится вот вам нужно в своем сознании как-то взрастить вот этот вот девиз здесь нету внешних каких-то факторов внешних врагов до каких-то обстоятельств которые бы вам препятствовали дали бы что мешали вот здесь вот вы как будто бы сами себя останавливаете в том что я не знаю не верите в какие-то свои идеи не верите в свое мастерство не верите здесь нету сомнений здесь нет здесь присутствует не вера в себя да вот вы не верите что вы там хороший мастер например но либо те идеи которые к вам приходят в голову их можно реализовать что на этом можно заработать вот вы какую-то бы веры вам не хватает в этом чему вас научил этот опыт что хочется сказать было бы желание было бы чистое намерение то есть без каких-либо сомнений на чистое намерение и вы по справедливости получите королеву пендакли и то что вы хотели вы получите те пендакли которые вам нужны то есть невзирая на то что вам может разбивать сердце во все равно нужно двигаться дальше понимаете здесь как только речь идет о каком-то в движении сразу начинает выпадать негативные карты луна на дне колоды до тройка мечей и пятерка мечей то есть я не верю я сомневаюсь я как-то начинаете себя критиковать осуждать осаждать с чем зачем 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 я не понимаю зачем вы это делаете потому что двойка жезлов потому что не уверен потому что хочется чтобы все было идеально потому что есть какие-то вот эти вот убеждения там перфекционизм либо страх совершить первый шаг либо страха неуверенность в правильности выбора но то здесь очень много головы бессмысленной головы то есть голову надо включать тогда когда там я не знаю надо придумать как воплотить свой план до в реальность то есть где действительно надо там рассмотреть разные варианты что-то просчитать вы же свою голову включаете на на начальном этапе да на этапе зарождения чего-то то есть еще ничего не появилось вы уже как будто бы это аннулировали обесценили и сказали что это невозможно ну нашли всевозможные доводы сказать что так она не будет на что не получится поэтому зачем туда вкладываться туз кубков вам нужно доверять себе больше корольку куда и высший суд то есть нужно как-то более мягко что ли снисходительно относиться к себе то есть больше любви выражать по отношению к себе больше я не знаю себе разрешать то есть давай я попробую я то есть раскритиковать вы сами себя всегда в любой момент успеете дайте себе шанс возможность попробовать развить что-то до что-то сделать а потом будете себя критиковать вы как-то вот но этот ваш способ мышления он такой здесь вам с этим нужно поработать но в принципе да этот опыт он вас научил чему видеть свои страхи отслеживать свои какие-то сценарии модели поведения не вы осознали что в принципе все возможно было бы у вас желание да то есть и намерение то есть все реально вы как-то для себя поняли это увидели но все равно я не вижу чтобы здесь этот урок он как будто был был пройден у меня такое ощущение что вы еще неоднократно будете сталкиваться с ней потому что на голове как будто бы понимание это еще не значит осознание то есть понимание к вам пришло но про осознание я не уверена что как-то вот осознали потому что есть для осознания вам мешают и еще какие-то убеждения которые вот стоят в фундаменте в основании вашего вашей модели поведения то есть здесь вот нужно высветить такое ощущение что вот я не знаю есть фундамент у него четыре колонны вот как будто бы одну вы подсветили вторая тоже наполовину а две они вообще темные вот вам их нужно еще высветить для того чтобы этот фундамент полностью вам показался на не можно было что-то строить здесь как будто бы там одна треть работы только произведена вот у меня какое-то такое ощущение здесь идет вы как будто бы свою голову используете не в том русле не так надо ее использовать ваша голова она должна вам как будто бы служить она должна быть исполнителем а она у вас как будто бы является хозяином то есть голова как будто бы решает это надо вот это не надо здесь наоборот сделать вы должны решать то есть ваше сердце вы должны интуиции ваш она должна решать ваше бессознательное что делать и как а голова она будет просто помогать вам в вариантах в способе достижения того что вы хотите но первично вы должны быть хозяином не ваша голова здесь как будто вы знаете вот этот вот искусственный интеллект он берет верх над вами да вот этот компьютер он берет верх на вами не вы как человек а именно вот этот искусственный интеллект как будто бы он решает он вам говорит а вы исполняете здесь перевернуты роли вот такой у меня был для вас сегодня расклад благодарю всех за внимание всем отличной недели всем пока пока